всем привет добро пожаловать на портал неврозы мегаполиса меня зовут алексей красиков сегодня я вас возьму с собой в кабинет где работаю каждый день из этого кабинета я веду занятия по skype со своими клиентами я веду семинары вебинары в центре на таганке я веду очный прием сегодняшний ролик я предлагаю вам досмотреть до конца и очень-очень внимательно потому что сегодня я буду рассказывать наверное исчерпывающую информацию о том как справиться с невротическими расстройствами о том какая последовательность существует о подводных камнях о методиках о том что вам не хватает и что вам надо знать посмотрите до конца потому что в конце этого видео я покажу вам фрагмент 10 занятия 4 сезона вы увидите результаты людей клиентов но до этого я вам буду объяснять еще много много полезной и важной информации чтобы вы понимали и не впадали в некоторые иллюзии и заблуждения убежден что вам это поможет значит прежде всего я хотел бы начать и сказать что 9 сентября будет бесплатный онлайн вебинар он будет эти два часа в 12 часов 9 сентября ссылка будет на сайте без невроза тиви абсолютно бесплатно я буду отвечать на вопросы своих зрителей по терапии по симптоматике по ошибкам приходите обязательно 9 числа 11 сентября стартует пятый сезон где мы 10 занятий по два с половиной часа будем заниматься тем о чем я вам сегодня расскажу значит но давайте начнем с того что сама терапия неврозов имеет две основные структуры они связаны между собой очень плотно но прежде всего хочу вам сказать что я под этим видео в описании напишу авторов и название книг которые вам должны и могут быть полезны потому что это учебники по когнитивно-поведенческой психотерапии это джудит бэк аронбек дмитрий тычков пак председатель ассоциации когнитивной терапии я укажу ссылки чтобы вы смогли купить и приобрести эти книги где-то вы их можете джудит бэк арно бэк вы можете скачать бесплатно книгу дмитрий викторовича вы можете заказать разных ресурсах но суть заключается в том что в этих книгах вы увидите всю методологию когнитивной терапии убеждение концептуализация автоматические мысли диспуты схемы в общем всю ту методологию которую необходимо понимать чтобы овладеть когнитивно-поведенческой терапии и понимать что это почему потому что понимание метода когнитивно-поведенческой терапии где мы исследуем искажение и собственные мыслительные процессы которые приводят нас к эмоциональным обреакциям это все хорошо но проблема в том что этого недостаточно я не веду свои тренинги вот например 5 сейчас будет сезон со целью обучить вас когнитивно-поведенческой терапии в том смысле чтобы рассказать вам методологию следуя главам этих учебников где вы превращаетесь таких слушателей лекции о когнитивно-поведенческой терапии присутствующие фактически на семинаре я считаю что это конечно интересно и увлекательно для кого-то но проблема в том что в большинстве случаев люди не могут применить эти знания к себе а если могут то очень поверхностно многие мои зрители прекрасно знают когнитивной терапии мне кажется многие из них уже могут преподавать когнитивно-поведенческую терапию по-своему но проблема в том что результатов терапии неврозов это не приносит объясню почему потому что сама методика и понимание когнитивно-поведенческой терапии этого недостаточно суть моих занятий с моими клиентами это не сухое надчетничество где я рассказываю глава за глава за главой учебник по когнитивной терапии я считаю это не очень правильным и полезным конечно в моих семинарах присутствует обучающая часть а бабушки об убеждениях рациональном ответе о концептуализациях но проблема в том что этого недостаточно поясню почему не так давно ко мне обратилась одна моя клиентка она хочет учиться она уже закончила определенную часть обучения и я сейчас буду заниматься подготовкой консультантов по неврозам и вот она задала мне один вопрос на одном из занятий сколько у меня было людей в персоналиях за всю мою практику я так поднял skype статистику я поднял другие программы примерно прикинул без учета семинаров без учета трансляции без учета сезонов потому что с этими людьми я видео не контактировал я считал только тех с кем и контактировал в видеорежиме и с тех с кем и контактировал очно получилось больше трех с половиной тысяч человек так вот про что я я про то что неврозы это всегда очень такая индивидуальная штука а когнитивно-поединческая терапия является лишь инструментом одним из инструментов который помогает локально человеку применить ее в локальном случае я про что я про то что на моих семинарах я обучаю людей не просто когнитивно-поединческой терапии я показываю вам огромное количество практики из реальных случаев где мы применяем когнитивно-поединческой терапии и как конкретно к чему конкретно то есть это не просто пересказ учебника это конкретное применение не просто в убеждениях в ситуации а в обстоятельствах жизни женой с мужем с детьми самооценкой со смыслами с потерями с комплексами то есть проще говоря три с половиной тысячи человек создали такую много вариативное понимание того где кроются человеческие неврозы что вот этим и отличаются мои занятия от простого начетничества я стараюсь показать людям то куда надо применять эти знания потому что просто прочитав учебник джудит бэк фримана лихи ков пока вы будете обладать пониманием о том что такое когнитивно-поединческая психотерапия но вы не сможете применить это не понимая механизм образования невротических расстройств каких сферах и как это применяется по поводу двух пластов я уже говорил что все неврозы тревожно-фобические делятся на два таких пласта на внешний и внутренний девяносто девять процентов наших клиентов убеждены что и главная проблема это панические атаки страхи за здоровье потому что они замкнулись на том как проявляется невроз например паническая так это испуг проявления эмоционального состояния где клиент путает испуг путает определенную симптоматику безопасную считая это угрозой и все его понимание заключается в том что он хочет избавиться от вот этих панических приступов от этого самочувствия потому что в его мировоззрение это самое главное с одной стороны этот клиент прав с другой стороны не до конца почему потому что если вы посмотрите youtube внимательно посмотрите интернет вы найдете огромное количество правильных упражнений для панической атаки основанные на принципе провокации усиление неизбегания вы найдете огромное количество информации на моем канале по поводу агорафобия где мы каждый день выполняем упражнения на улице это все не является главным это является первичным для того чтобы люди научились понимать и не бояться проявлений эмоционального состояния невротического характера большинство моих зрителей за последние годы обращаются ко мне с одной простой фразой я научилась не бояться панических атаках поэтому больше нет я передвигаюсь но у меня эмоционально и вегетативно все равно не то состояние которое бы я хотела так вот здесь как раз кроется второй пласт что на самом же деле неврозы образуются посредством вашего понимания мира и понимания обстоятельств и вот у каждого человека это понимание мира обстоятельств создана по-своему давайте я покажу сейчас простой вам пример где банальный человек с панической атакой из аэрофобии как концептуализировал я этот случай обратилась клиентка с паникой и со страхом летать на самолетах и все ее слова и все ее жалобы в большинстве случаев моих коллег подвигли бы к тому чтобы работать над аэрофобией чтобы работать над панической атакой на борту или на страх лететь на самолете но я не совсем из этих ребят и я постарался посмотреть а что происходит внутри психики человека и оказалось что на самом деле эта клиентка боится умереть неважно от чего а вот почему она боится умереть она боится умереть потому что у нее есть маленькая дочь и у нее есть самое главное у этой клиентки история про то что у нее есть убеждение что она не должна умереть и оставить свою дочь одну потому что для нее это категорически недопустимо и ужасно потому что ее детство было сложно таким образом где она сейчас не буду детализировать сказала самой себе что моя мой ребенок моя семья будет совершенно жить по-другому и я должна сделать все для своей дочери и если меня не станет это катастрофа и ужасно и недопустимо именно симптомы ее начались как раз когда она родила ребенка кстати говоря именно этот фактор и явился тем самым внутренним фактором где она стала рассматривать любые перспективные обстоятельства смерти слишком эмоционально и тревожно и дело тут не в самолете потому что когда мы устраним аэрофобию она пойдет и будет бояться по другому поводу умереть самолет лишь является метафорой варианта смерти как и многие многие другие надуманные причины поэтому биться здесь сухую аэрофобию бесполезно второй случай клиентка обращается с депрессией и с тем что у нее возникли панические атаки вегетативное напряжение не буду детализировать но суть заключалась в том что в ее детстве семья была достаточно мало обеспеченная и моя клиентка поставила себе задачу что ее дети и ее семья ни в чем не будет нуждаться моя клиентка приехала в москву и добилась выдающихся результатов в области финансов и все финансы тратит на своих детей внуков и на свою семью и как только у нее пошли проблемы по финансированию ее бизнеса вот тут у нее начались вегетативные панические проблемы почему потому что ситуация пошла в разрез ее глубоким базовым стратегиям что и есть невроз и вот разруливать все эти обстоятельства и есть моя работа а не просто читать вам лекцию об убеждениях об автоматических мыслях потому что скорее всего вы просто поймете но применить это локально к себе и своей жизни не сможете поэтому 11 сентября я вас приглашаю принять участие в онлайн тренинге из любой точки мира понедельник и четверг мы занимаемся по два с половиной часа это пять часов в неделю где вы будете не просто понимать как найти на поединческую терапию но вы увидите конкретику куда ее применять и как ее применять этим и является особенность этого онлайн курса и сейчас вы увидите результаты этих ребят но прежде чем я включу вам эту вырезку из 10 занятия 4 сезона я хочу вам сказать что не существует метода который способен решить все неврозы мира не существует лекций которые способны решить все неврозы мира существует единица под названием человек и существует его консультант задача которых не просто научить человека рационально мыслить осознавать и чувствовать свои эмоции осознавать свои стратегии и свои защитные механизмы но и конкретно обучить его и контролировать применение этого в его локальной жизненной ситуации они просто знать и понимать метод понимаете нету проблемы взять какую-нибудь книгу по когнитивной терапии и сделать для вас тренинг и по главам буквально прочитать вам лекцию я уже говорил что в этом описании этого ролика внизу вы увидите авторов чьи книги вы можете прочитать вы прочитаете всю исчерпывающую информацию может быть даже гораздо больше чем вам покажут в интернете но куда это применить вы не поймете именно опыт работы с людьми опыт работы с пониманием разных случаев дает мне возможность на своих занятиях показать своей аудитории куда применить и вот когда люди не просто понимают но и локально применяют вот тогда не достигают изменений конечно на моих семинарах как и на прочих семинарах есть люди которые занимаются этим а бы как они не смотрят копии которые высылаются а копии у нас высылаются после каждого занятия для просмотра для повторения существует много людей которые относятся к этому халатно считая что это просто лекции которые надо посмотреть и что-то изменится ребята нет еще раз говорю вы должны не просто обучиться и понять философии методики вы должны научиться понимать куда это применять и применять потому что если вы просто поймете пройдет некоторое время ситуация не меняется и ваша симптоматика не будет меняться или она опять поднимется поэтому я категорически настаиваю на том чтобы люди которые приходили на мои занятия были настроены на применение тех знаний и тех философских тезисов которые мы будем с вами изучать сухой выжимки методологии когнитивной терапии наверное будет процентов 30-40 вся основная процентарная структура это локальное объяснение локально куда и как это применять локально что вы не можете принять есть такая фраза которая отвечает на все неврозы мира нами управляет только то что мы не можем допустить и нами управляет то что мы не можем принять это касается от банальных панических атак где вы только бы не умереть только бы не умереть до смерти например ребенка что является крайностью другой все психотерапии мира будут работать на понимание и осознание человека раз и на поиск в самом себе механизмов принятия механизмов рационального ответа и новой формы поведения и это всегда работа клиента моя задача не только обучить вас методу но и помочь вам его применить туда куда это надо локально вам у вас возникает вопрос как из 120 и 150 из 200 человек на тренинге я пойму куда это применять я уже говорил что моей практике больше трех с половиной тысяч примеров и поверьте это количество людей вот в срезе дает не очень полную картину куда применять и вы найдете все что вам необходимо вы узнаете себя вы поймете куда это применять а дальше уже работа ваша посмотрите сейчас результаты наших клиентов 4 сезона я вас приглашаю на пятый сезон если вы хотите действительно понять и справиться с неврозами но также я хочу пригласить людей которые не испытывают яркой невротической симптоматики у меня были такие клиенты которые пришли просто потому что они меня уважают и они любят понимать и размышлять то о чем я говорю и они потом не писали что ты знаешь я пришла без жалоб жалоб особо но вот этот курс пятинедельный совершенно поменял понимание меня взаимоотношения с людьми он сделал меня более стрессоустойчивым он сделал меня более осознанным он сделал меня более четко понимающим где я не брызгаю эмоциями по разным поводам где я вижу четко как работает механизмы непринятия как мои детские стратегии и детские привычки переносятся в реальность а у нас есть три времени прошлое настоящее и будущее именно в этих пластах работают неврозы либо мы боимся перспективы либо мы боимся настоящего либо мы не можем отпустить прошлое вот об этом всем на пятом сезоне вы узнаете очень подробно а сейчас давайте посмотрим фрагмент десятого занятия четвертого сезона а теперь у меня к вам просьба откройте первую страницу ваших тетрадей где мы с вами на первом занятии отмечали уровень вашего напряжения напишите сейчас в чате или если вы помните скажем так общую схему на какого-то напряжения напишите пожалуйста одну простую цифру насколько процентов вам стало лучше в целом например было 80 стало сколько-то или просто на сколько процентов по вашим личным ощущениям по вашим фактам ходила пошла боялась не боюсь насколько в целом вы сами честно можете оценить свои результаты вот так вот в среднике объективно было стало 60 70 60 30 50 40 30 20 30 60 на ноль хорошо 70 50 0 первый раз увидел за 4 сезона 50 40 она была половина 50 процентов 50 30 60 70 75 30 60 40 хорошо смотрите следующий вопрос стоп я понял смотрите какая у нас интересная статистика у нас либо 30 либо 60 теперь спасибо я уберу хорошие цифры они примерно так мною закладывались как вы помните в начале теперь у меня вопрос к тем кто добился изменений 30 процентов только к этим ребятам насколько процентов вы считаете что вы вели каждый день таблицы и записи сто процентов это вел каждый день и и списал все ноль это не писал ничего насколько процентов только по чесноку вы отдавались видению таблиц записи диспуту только честно 50 50 80 70 50 80 но приличные цифры а почему такие слабые цифры в 30 но 50 1 2 1 2 3 1 2 3 у нас 50 на 50 получается да примерно на 45 на 55 то есть половина людей оценивают свои результаты напряжение в половину я к чему хотел задать этот вопрос обычно обычно когда люди получили результаты 20 35 процентов 5 процентов вот это ближе к истине да они как правило настолько же процентов и были вовлечены в процесс то есть как правило они на эти же 30 процентов и напрягались есть конечно исключение что напрягаться можно на 80 но вопрос чего напрягать что я напрягалась на эти 80 процентов а вот те люди которые написали в чате что они достигли изменений 60 70 50 они как правило напрягались больше то есть если произвести математическую корреляцию то изменения в терапии всегда будут прямо пропорциональной вовлеченности в терапии я к чему спасибо во первых за вашу обратную связь для меня это очень приятно спасибо я рад был стараться но 90 процентов ваших результатов это вашего вовлеченность поэтому те кто написал 60 70 и больше это ваша заслуга а не моя моя работа заключается только в эмоциональном таком интересном подачи материала чтобы зашло в голову но вы когда выключаете кнопку принимаете решение делать не делать и так далее и тому подобное па ушли на сто процентов но это радует уже хорошо и действовать конечно не просто но еще и делать то надо поэтому я хочу вас всех поблагодарить и хочу вам напомнить что вам необходимо как и рационально мыслить так и действовать принимать решение менять каких-то людей работа если необходимо не обязательно шашки пойти и махать радикально а просто спокойно анализировать события секрет это он и был секрет про вот эту историю в чем секрет что ты какой секрет и еще хочешь что твоя задача понять какую стратегию ты выбрала это и есть твоя история к чему надо двигаться и стремиться но и самый главный секрет эта история про аргументы то что мы разбирали видите они еще секретов ищут но волсебное слово конечно секрет же они какой-то ищут надо же секрет рассказать самый главный секрет ну вот 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 они вам аргумент и ваш секрет это ваши аргументы татьяна вот вы верите в то что вы умрете от всд и симптоматики и сойдете с ума нет вопрос к вам молодец вас получается аргументировать видеть аргументы которые возливают у вас эмоции в течение дня которые вызывают должествование которые вызывают определенные эмоции видны стыда обиды и прочие патологические эмоции вот эти аргументы получаются видеть не всегда настараюсь но и вот славненько и да это дальше просто стараться вот и все не надо становиться каким-то фанатом в этом смысле просто старайтесь дальше пересматривайте следующий вебинар стресс устойчивость который у вас есть на почте пересматривайте работу над ошибками и самое главное не не опускайте работу это очень важно не прерывайте ее что еще вам надо напомнить наверное самое главное и самое такое фундаментальное это работа с аргументацией и вы здесь надо понимать до что вам необходимо сосредоточиться на работе с аргументами именно с аргументами которые вызовут вам главное и еще раз и еще раз давайте я это сфотографирую и и вам в группу скину вот эти два момента их очень важно вот эту схему тоже сфоткаю помните что самое главное это работа с аргументами что если у вас будут возникать сомнения по поводу здоровья все поняли что ищите аргументы и если у вас возникают эмоции в жизни и какие-то проблемы и напряжение тревожность ищите ситуацию которую вы рассматриваете аргумент аргументативно также хочу вам напомнить что если мы говорим о концепции внутренних конфликтов изучайте ситуацию которая как вам кажется вызывает у вас напряжение посмотрите нет ли здесь явного противоречия между вашими потребностями и вашими убеждениями ну и предположите какую функцию могли бы носить симптомы самое главное если благодаря нашему сегодняшнему тренингу вы сможете убрать вот эти псевдо аргументы и останетесь вот здесь в работе это уже очень хорошо если вы вот здесь можете снизить градус еще на половину это вообще идеально понятно поэтому я эти пять недель как вы видите на каждом занятии но по моему голосу и по моему поведению видно что я вкладываюсь как могу и это не просто сухая лекция с демонстрацией слайдов добрый день сегодня мы посмотрим на работу симпатической и парасимпатической нервной системы вот пожалуйста перед нами находится симпатический брыжетный узел который нервируется под действием псевдо аргументов ну я так не могу я стараюсь так насколько у меня это получается вот новый сезон будет в одиннадцатом сентября а пожалуйста приходите я надеюсь что вы получили заряд эмоции пересматривайте обязательно технологические записи они еще недели будут вам доступны обязательно успейте посмотреть стресс устойчивость но она будет с вами и работа над ошибками еще раз кому хочется приобретите вебинар пятого шестого там еще раз про аргументы очень детально и этот вебинар если вы его приобретете в копии он с вами останется я про это и это именно это и говорю да что он останется с вами а не сгорит сейчас есть еще возможность купить его за 1950 там 6 часов напоминалки очень серьезный такой поэтому я честно выложился насколько я мог вы наверное это видели может где-то эмоционально где-то с матерком но уж меня простите такой эмоциональный человек но это не пагубные негативные эмоции я внутри абсолютно не раскачиваюсь я раскачиваюсь как бы вот так но это рабочая такая раскачка да это больше как такой артист что ли который раскачивается на сцене чтобы прокачать народ но потом он уходит за кулисы и он выключается а невротик бы на моем месте бы еще не спал бы до утра и переживал бы о том что кто-то сказал что ВСД не лечится да нет учитесь этому это очень важно я надеюсь что мой подход кому-то подошел наверняка были люди которым мой подход не подошел кто-то мне там обвинил что я матерюсь в прямом эфире была такая женщина ну это нормально правда у нас прямого эфира нету эфира тоже нету это наша внутренняя трансляция и что это за эфир не очень понятно да и если я кому-то не подошел это тоже нормально и я вам хочу пожелать чтобы вы не расстраивались и продолжали искать дальше своего терапевта ну а если я вам подошел то предлагаю вам продолжить наши с вами совместные занятия подписаться на канал телеграме там бесплатные аудио подкасты да и так далее поэтому здесь спасибо вам за доверие надеюсь вы не разочаровались потратив сей существенную сумму хотя мне кажется что она достаточно доступна для того объема знаний и занятий которые мы с вами проделали как вы понимаете это достаточно доступно вас спасибо большое за теплые слова я вижу вас этот тренинг еще будет догонять какое-то время вы будете вспоминать вот галь да вы были на втором вы будете вспоминать еще наше занятие они у вас будут всплывать в голове еще на протяжении нескольких месяцев и вот этот шлейф работы он у вас еще будет идти долго и и вы можете увидеть результат даже спустя какое-то время после окончания то есть не рассматривайте сегодняшний день как окончание какого-то воздействия это если хотите у вас за сувам в задницу я засунул большую таблетку пролонгированного действия все это почувствовали в своем заднем проходе я надеюсь я очень сильно постарался чтобы это вошло кому-то жёстче кому-то мягче но я постарался так чтобы это вошло и там у вас находится капсула спасибо галь с пролонгированным воздействием не обязательно что это будет вот так вот феерично но плавно капсула будет всасываться если вы будете просто выполнять спокойненько то о чем мы говорили плавно эта капсула с информацией будет рассасываться у вас в одном месте и вы будете чувствовать себя все лучше и лучше а если у вас когда-то возникнут какие-то эмоциональные вспышки надо считать что вы потеряли время зря просто придите домой и скажите так окей где я совершил ряд ошибок спасибо вам огромное за то что вы были со мной эти пять недель мне нужно отдохнуть немножко потому что у меня уже 26 27 начинается работа тут буквально 16 дней даже 15 что ли дней до начала моей работы это буквально пару недель у меня отпуска спасибо вам большое следующий отпуск у меня будет в январе большой отпуск на 6 недель поэтому до января будет бесперерывная работа спасибо что вы со мной подписывайтесь на канал мне очень приятно быть для вас полезным как вы знаете уже из моего искреннего рассказа спасибо успехов до свидания ну что же до 11 сентября осталось совсем немного времени я вас приглашаю принять участие если вы хотите справиться не только с вашим симптоматикой но и глубоко понять себя своих родственников работодателей клиентов подчиненных научиться принимать решения научиться быть более эффективным я вас жду на онлайн занятиях с 11 сентября до встречи и и и и